Вот уже 30 лет Владимир Потапов помогает людям с заболеваниями челюстного сустава, а еще учит этому студентов. Профессор кафедры ортопедической стоматологии гордится, что его выпускники сегодня востребованы как в России, так и в США, Германии, Канаде и других странах мира. Потапов признанный автор научных исследований, прекрасный лектор и наставник, но при этом он не оставляет практику, каждый день принимает пациентов. Те или иные дефекты способен определить по одному взгляду на человека. Я могу посмотреть на вас и могу сказать о том, что вы больше живете с левой стороны. К нам приходят люди, которые рот открывают на один палец, и мы не можем ложку слепочную ввести для того, чтобы слепку снять. А от нас они уходят обычно, рот открывается на 3,5-4 см, это облегчает, конечно, жизнь. Некоторые разговаривать вообще не могут. Выпадает из общения с людьми, из жизни выпадает. А мы помогаем это дело восстановить. В этом году Владимир Потапов удостоен губернской премии в области науки и техники. Высоко оценены его исследования по диагностике и лечению челюстных заболеваний. Вместе со стоматологом отмечены еще 19 ученых региона. Это физики, медики, биологи, историки и представители других направлений. Вы те люди, которые по-настоящему могут, а значит должны создать новые драйверы развития нашего региона. Я на вас рассчитываю, я на вас надеюсь. Будучие региона, как и страны в целом, во многом зависит, конечно, от вас. Глава региона обсудил с учеными вопросы развития науки и улучшения качества жизни в губернии. В частности, лауреаты премии высказали предложения по совершенствованию механизмов поддержки молодых ученых, сотрудничеству вузов и предприятий, переработке ТКО и даже повышению культуры речи жителей области. Все идеи учтены и будут рассмотрены. Поздравления ученые продолжили принимать в областном театре оперы и балета. В числе лауреатов премии губернатора Владимир Глушенков. Этот ученый знает, как резать и гнуть металл, не прикасаясь к нему. Профессор и его коллеги по Самарскому университету работают с технологиями магнитно-импульсной обработки. Созданные коллективом установки применяются на заводах России, Финляндии, Китая и Германии. В этот раз, в этом году, в 2019, вот в Туле, в Туле для производства подобных деталей, на трех участках, на трех заводах сразу сделали вот такие вещи. И даже туляки, как оружейники, им настолько вот все это понравилось, что они дали нашей лаборатории премию Мосина. Серьезный вклад в развитие отечественной и мировой науки традиционно вносит Самарскую область. Наш регион один из признанных научно-исследовательских центров страны. И мы гордимся научными достижениями наших земляков. Наша область обладает высоким инновационным и образовательным потенциалом, основой которого является вузовская академическая отраслевая наука. Глава региона отметил, что ключевым инструментом решения глобальных задач развития общества сегодня является национальный проект «Наука». Его результатом должно стать формирование системы подготовки научных и научно-педагогических кадров создания 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Региональный НОЦ «Инженерия будущего» образован в регионе в мае прошлого года. Его первыми партнерами стали такие госкорпорации, как Ростех и Роскосмос. В 2019 году благодаря нацпроекту десятки миллионов рублей на реализацию своих разработок получили Тольяттинский госуниверситет и Сызранский филиал Самарского политеха. Это новая цель. Это новая структура, которая будет увязывать интересы и промышленников, то есть потребителей, то, что делает наука, и самих научных работников, и научной организации. Вместе с этим в Самарской области формируется новый важнейший тренд. Дмитрий Азаров убежден, работа правительства должна быть нацелена на то, чтобы центром принятия всех стратегических решений были университеты. Глубокие исследования, точные и выверенные расчеты позволят исключить ошибки, а значит, сделают развитие региона более быстрым и устойчивым. Георгий Федоров, Руслан Шарипов, Андрей Авдеев, Владимир Терентьев. Новости губернии. Руслан Шарипов